Ассоциация с Евросоюзом. Я не мог не прокомментировать, я прокомментирую так, как я хочу прокомментировать. На самом деле я уверен, что из голов людей, даже тех, которые бегают с портретами Бандеры, те, которые в балаклавах ходят, из них никогда не уйдет чип советского человека, который ждет коммунизма. 60-й год, жрать нехрен, да, бунты вспыхивают, за золото покупаем хлеб уже, но Хрущев говорит, что осталось подождать немного, 20 лет. 20 лет, всего в 80-м году мы закончим последний этап строительства коммунизма, тогда можно будет жрать вот такой ложкой, сколько хочешь, и работать тоже, сколько хочешь. 20 лет, ну чепуха, чуть-чуть, да, поднапрягитесь, затяните пояса. 80-й год, не получился коммунизм, Леонид Ильич, ну в общем-то не получился коммунизм, но он уже за углом. Вон его уже золотой хвост из-за угла торчит. Осталось подождать чуть-чуть, реально немножко. Мы идем-то ведь все верно делаем, правильно идем, чуть-чуть подождать. Накрылся Леонид Ильич, 86-й там, 87-й. Горбачев рассказывает о том, что сейчас-то уж все, мы сейчас все изменим. Мы сейчас объединим коммунистическую модель с капиталистической. Осталось ждать, ну чуть-чуть, это будет, Советский Союз это просто будет монстром. Просто монстром, монстром, кооперативы, рэкет, 91-й год, всему гобздец. Накрылся Советский Союз и вот уж теперь-то точно осталось ждать пару лет. Я вспоминаю эти листовки, которые носили по Киеву в 91-м, где писали о том, что за пару лет мы сделаем Швейцарию. Там приводили процент нашего чернозема, но это и сейчас любят приводить, забывая о том, что этот чернозем отравлен уже химией на сотни лет вперед. Ну да ладно. В общем-то сделаем Швейцарию, а если нет, так у нас еще золото полубодка лежит в банке, вы же помните. Вот, пару лет, пару лет, рэкет, кравчучки, нищета, люди ввешиваются, работы нет. Да, но это потому, что кравчук подонок вообще-то. А сейчас мы этого подонка, кстати, привлекаем в качестве эксперта, что самое интересное. Ну вот пришел Кучма, Кучма из наших, из заводских. Да, сейчас немножко подождем, ух, он грамотный мужик, пару лет. Сейчас затянем пояса, сейчас будет не жизнь, а малина. Ждем пару лет, Кучму геть, Кучма подонок, да, приходит Ющенко. Ну вот уж Ющенко, тут слезы на глазах, слезы на глазах, потому что наконец-то мы в Европе. Все, осталось ждать пару лет. Только затянем сейчас пояса немножечко, чуть-чуть вообще, капельку, там через год может быть даже уже все. Мы Европа, уже мы другая жизнь. Ющенко геть, Ющенко подонок, приходит Янукович. От него, по-моему, вообще никто ничего не ждал, но вот жили, жили. И как бы Янукович бандит, долой геть, революция, и сейчас мы заживем по-новому. Уже все, сейчас мы все с головы на ноги, как бы сейчас уже жизнь начнется, не жизнь, а малина. И вот сейчас ассоциация. Ассоциация, и нам говорят, надо затянуть немножко пояса, чуть-чуть подождать, зато мы семимильными шагами, я читаю комментарии, семимильными шагами в Европу, ватники, плачьте, как бы там и все такое. Ну, семимильными шагами-то, наверное, но европейцы, допустим, говорят, что минимум 10 лет до того, как можно будет говорить о присоединении к Евросоюзу. Я думаю, они кривят душой. На самом деле лет 9, а может даже 8 с половиной. Всего 8 лет затянули пояса, а потом уже мы в Европе, правда Европа, наверное, через 2 года, ну, мягко говоря, трансформируется, но то такое. Главное, затяните пояса, чуть-чуть поднапрягитесь, подождите пару лет, и коммунизм наступит. И вы хотите сказать, что люди изменились, что это не реинкарнация тех же людей 60-х годов, которые все ждали коммунизма, а он все так и не наступал.